Фестиваль фотоискусства «Глубина резкости» пройдет во Владивостоке. Он приурочен ко Всемирному дню фотографий и на этот раз посвящен 80-летию Приморского края. Участие в фотофестивале примут не только профессионалы, но и фотолюбители из разных уголков Приморья. Подробнее о фестивале и о его участниках узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. На студии сегодня организаторы фотофестиваля «Глубина резкости» Наталья Макогонова, Анна Осипенкова и Вера Демиткова. Здравствуйте, девочки. Я думаю, что для начала стоит рассказать, что этот фестиваль второй. Так чем он, собственно, отличается от предыдущего? Расскажите, нам интересны все подробности. Скажем так, в прошлом году, когда мы делали в первый раз, проект был больше пилотный. Мы не знали, будем его повторять или нет. Поэтому мы почему-то в прошлом году решили, что нужно сделать акцент на современную фотографию. Мы, это два организатора были, я и Денис Карипанов, которого сегодня нет. Мы делали фестиваль чисто только вдвоем. Почему на современную фотографию? Нам казалось, что на волне находится мобильная фотография, что люди там снимаются с квадрокоптеров и так далее. Поэтому даже все номинации, которые у нас были, фотоконкурсы и лекционные программы, были посвящены именно этому. Но потом, когда фестиваль завершился, мы конкурсную выставку провезли по краю, пообщались с фотографами, в том числе и краевыми. И суммировали это с тем, какие вообще мы фотографии получили на выставку и поняли, что, ну, наверное, мы не совсем правильную тактику выбрали для первого раза. И нужно делать акцент не на то, что сейчас модно и интересно, наверное, нам как организаторам, а делать акцент на том, что интересно самим фотографам. И мы услышали, что им нравится снимать пейзажи, что им нравится снимать репортажи, что им нравится снимать повседневности. Поэтому вот новый фестиваль в этом году мы уже, скажем так, еще благодаря тому, что 80 лет Приморскому краю, вот эти все концепции объединили и сделали его такой более близким, наверное, людям, более развернутым лицом к аудитории, к фотографам. Вот так. Если говорить об активностях, которые добавились, то в прошлом году у нас был фотоконкурс, фотосушка и лекции. В этом году у нас еще дополнительно к этому пройдут кинопоказы и тест-драйв фототехники и фотокросс. И еще одно большое изменение, то, что наша команда очень сильно расширилась, почему мы здесь сейчас еще в таком составе, это мы не в полном составе. За год много было людей, и наша большая благодарность как организатора в том, что люди выходили и говорили, а чем мы можем вам помочь? Давайте мы что-то будем делать вместе. И так в нашей команде, собственно, появилась и Анна. Анна занимается поиском партнеров фестиваля. Вера. Вера в этом году запустила такое направление, как фотокросс. И здесь еще не присутствуют, опять же, Денис и Илья Аниканов, которые будут замыкать в этом году на себя фотосушку. Ну, вот основные изменения. То есть масштаб, можно сказать, растет, расширяется в номинации, в количестве участников, да и вообще в программе, в культурном фестивале. Именно поэтому хочу поэтапно немножечко, чтобы вы рассказали. И так, я знаю, что их было несколько, и, конечно же, он еще не дошел до своих финальных этапов. Так вот, расскажите, с чего все начиналось в этом году? Самое первое – это фотоконкурс. Подготовку к фотоконкурсу мы начали еще в январе, потому что в январе мы начали согласовывать состав жюри. В отличие от прошлого года, мы решили, что в жюри у нас должны быть фотографы, которые наших авторов не знают вообще. Ну, потому что, опять же, за год мы сделали вывод, что многие снимки из выставки в выставку качуют, из конкурса в конкурс выигрывают. И есть такой вариант, как насмотренность, и хочешь не хочешь, ты видишь фотографию, и не удается сохранить инкогнито, кто это сделал. А жюри западные, у нас там московские, питерские жюри, фотографы, фотокритики, они понятия не имеют, кто эти авторы. И поэтому их картинка, как нам казалось, она более-менее объективная получилась. Мы вот в январе начали согласовывать состав жюри, писали, кто мы такие, концепцию фотоконкурса, и в итоге у нас сформировался состав из 16 членов жюри. Почему в январе? Потому что выбирать нужно за полгода вперед. И среди членов жюри есть люди, например, которые проводят фототуры по России, у них уже на год вперед расписано было. Они нам отказывали, допустим, по этой причине. Либо даты голосования совпадали с чемпионатом мира по футболу. И у нас отсеялись от этого, потому что говорили, мы не сможем отобрать, мы будем очень сильно заняты. Но в итоге фотоконкурс случился, и кульминацией его станет в пятницу как раз-таки открытие фотовыставки лучших конкурсных работ, в которые вошли 63 фотографии. И мы наших зрителей с удовольствием на открытие этой выставки приглашаем с 17 в 17 часов на Пушкинскую 25, на торжественное открытие фестиваля, награждение и открытие, собственно, выставки. И две участницы в том числе. Да, я как раз хотела перейти к вопросу участников. Я знаю, что изменилось не только их количество, но и, скажем так, есть одна интересная деталь. Фотофестиваль доминирует определенная, можно сказать, профессия или не профессия участников фотофестиваля. Мы с вами когда общались, вы говорили, что очень много молодых мам принимают участие. Правда? Расскажите немного об этом. Даже, наверное, не столько в фотоконкурсе принимают участие молодые мамы, сколько вообще в проект, как оказалось, девчонки пришли. И есть масса замечательных историй. Например, как мы с Анной сидели в кафе и писали, по партнерам составляли план работы. А у меня двухгодовалый ребенок, Анна пришла с годовалым ребенком. И пока они пытались с соседнего столика украсть краба у какой-то китаянки, которая его заказала за большие деньги, мы в это время пытались таким образом составлять планы мероприятий. Вера, например, тоже пришла на проект с сыном. Помнишь, я не знаю, можно рассказывать или нет, что он вскрыл Wi-Fi, 10-летний мальчик. Ты не знаешь, насколько это секретная информация. Для них это был сюрприз. Денис очень обрадовался. Учитывая, что мы делали акцент за год до этого на современности, мы думали, что вы такие продвинутые, тут 10-летний мальчик. Вот, пожалуйста. Очень здорово. Это же классно, что так поменялось ваше мнение относительно того, что не только молодежь готова принимать участие в подобных мероприятиях, но и люди постарше, те, кто уже достиг чего-то в жизни. Так вот как раз у меня по этому поводу есть вопрос. Для кого-то, кто является профессионалом, участником, это может быть новый этап в карьере. Для кого-то же проба участия, может быть, кто-то для галочки решил поучаствовать, или же всю жизнь мечтал заняться фотографией, и думает, да, приму участие в фестивале, посмотрю, каковы мои шансы. Так вот, для подобных людей порой такие участия становятся судьбоносными, можно сказать, не побоюсь этого слова, потому что они понимают, фотография – это теперь их профессия. Может быть, что-то подобное произошло и с вами, или я ошибаюсь? Для меня этот фестиваль стал, да, скорее всего, таким новым этапом. Я в профессии фотографии уже 13 лет, и еще год назад, когда мы организовали Союз детских семейных фотографов, мы замыслили фотокросс. А узнав о фестивале, я просто им предложила, пригласила их на первый пилотный наш фотокросс, и предложила посмотреть, и если им понравится, включить фотокросс в состав самого фестиваля. И поняла, что не ошиблась, потому что у нас вот второй фотокросс, который прошел 12 августа, очень душевно прошел в компании. И я думаю, что дальнейшие эти мероприятия мы будем также проводить вместе. А еще новым таким шагом стало мое участие в этом фестивале как спикера, поскольку тем направлением, которым я буду делиться, уже появился определенный опыт, есть о чем рассказать. И меня пригласили в качестве эксперта прочитать лекцию на эту тему в рамках лектории 19-18 августа. Анна, какова ваша история в проекте? Моя история такова, что с этого года я решила заниматься коммерческой фотографией. Вообще фотографией я занимаюсь всю свою жизнь. Очень люблю фотографировать животных и позиционирую себя как фотограф-анималист. Сама я кинолог, у нас очень большой коллектив, большой клуб. И в этом году я приняла участие в детской фотовыставке. Отправила свою работу, думаю, отправлю работу. Отправила в самый последний день, ни на что не надеясь. Вот мою работу приняли. Она участвовала в фотовыставке, ездила в нескольких мероприятиях тоже участвовала. Мне очень понравилась организация, мне понравились организаторы, как все организовывают. Так как мы тоже организовываем выставки, но кинологические, то здесь мне тоже все понравилось. И мы со своим коллективом сели, обсудили. И так как у нас тоже юбилейная в этом году выставка, я предложила провести, посотрудничать с Приморским краевым центром народной культуры с глубиной резкости с этим мероприятием. Предложить им провести на нашей базе. И мы пообщались с Наташей. Это оказался очень душевный человек. Мы с ней сразу поняли друг друга, нашли общий язык. Но до этого я как раз после детской фотовыставки прочитала про выставку «Глубина резкости». И думаю, ну была не была, отправлю свои фотографии. Отправила в нескольких номинациях свои фотографии. И потом уже мы все забыла об этом, и мы начали еще дальше проект готовить с Наташей. И потом мне приходит письмо. И я помню, я так обрадовалась. 700 с чем-то работ, и мне написали в письме, что я буду участвовать на фотовыставке из 63 работ. Ну как бы это было так, потому что я ни на что не надеялась, никогда в этом не участвовала. Это было, ну может быть это первый раз, первый опыт. Это было сделано не для того, чтобы там поставить галочку, да, или там себе прорекламировать. Нет, абсолютно. Это было вот, ну почему бы и нет. Тем более очень интересные номинации. Прежде чем отправить фотографию, я почитала номинации. Я прочитала, я уже не помню, как они называются. Я помню, что я когда села читать, и описание номинаций, я почитала про первую фотовыставку, которая проводилась. И там были немножко другие номинации. Было очень душевно все написано. И фотографии. И вот мне прямо очень понравилось. Я думаю, так, надо, надо отправить. На самом деле, прям очень рада, что есть такая возможность. Наталья, а какие еще номинации есть, коли же мы о них заговорили? Интересно просто, какие фотографии смогут увидеть гости фестиваля? В этом году мы сделали пять номинаций. Опять же, исходя из того, что интересно фотографам. Первая номинация «Живут же люди». Мы искренне полагали, что будут присылать портреты. Но я могу быть спойлером. Ни одного портрета, крупным планом. Выставки представлены не будут, несмотря на то, что такие присылались. То есть будут человеческие истории, будут люди. Будут фотографии, которые рассказывают какие-то бытовые, может быть, вещи. Вторая номинация тоже является частью «Приморья». Куда попали замечательные пейзажи Приморского края, морские и так далее. И «Анималистика» как раз-таки работа Анны вот в этой номинации прошла. Третья номинация «Главные новости», репортаж и документальная фотография. Четвертая номинация «Экспериментальная фотография». То есть мы решили ее оставить как, знаете, сочинение на свободную тему и посмотреть, что вообще фотографам интересно. И больше всего сюда присылали работ фотоколлажей и мобильные фотографии. Так вот почему стоит прийти и не только поддержать участников, но и получить некое удовольствие? Какая программа культурная ждет гостей в этом году? На открытии выставки «Если не будет дождя» мы молимся, чтобы не было дождя. Мы приглашаем музыкальный коллектив, который попоет, исполнит свои композиции. Состоится музыкальная часть в дворике ПК ЦНК, то есть, собственно, там же, где и фотовыставка на улице. Мы в прошлом году, опять же, по опыту прошлого года, мы думали, что придет там 40 человек всего лишь на открытии выставки, они получат свои дипломы и ушли. Но в прошлом году было человек 150-200, им было тесно, и мы не предугадали вот такой вот ажиотаж. Поэтому в этом году мы решили, что не нужно им находиться все время в зале, нужно вот людей выпустить на улицу, чтобы они могли убить небольшой фуршетик, выпить шампанского, посмотреть фотографии, пообщаться и, соответственно, послушать музыку. Это будет за полчаса до награждения и полчаса после награждения. Таким образом, мы открываем фестиваль, первый день фестиваля. Во второй день, ну, самое культурное, наверное, это фотосушка, потому что сушка все-таки больше делается для туристов, для людей, для зрителей. Фотосушка – это выставка фотографий под открытым небом, интерактивная. И, наверное, если вам, фотографам или вам, зрителям, не особо интересна познавательная часть фестиваля, лекции, мастер-классы, вы можете прекрасно провести время на фотосушке, там тоже будет много фотографов. Вот. Ну и последний день, день закрытия, опять же, состоится мастер-класс от известного московского фотографа, вход туда будет свободным, вот, и мы сделаем красивое завершение еще фестиваля. Ну, вот это уже сюрприз. Конечно, безусловно, всегда на любом мероприятии гостей ждет сюрприз. Я уверена, что он будет очень ярким и интересным. Предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о фестивале фотоискусства «Глубина резкости». Мы уже упомянули то, что фестиваль – это, безусловно, и обучающая программа для участников, для, может быть, даже всех желающих. Хочется чуть подробнее на этом остановиться. Проходит лектория. Наталья, расскажите об этом. 18 августа весь день с 10 до 8 вечера будет образовательный день, скажем так. В двух залах одновременно будут проходить лекции разные по фотографиям. Если говорить о тематике, они будут касаться абсолютно разных сфер. Это будет и свадебная фотография, и детская съемка, и авторское право, и пейзажи, и ночные съемки. Отдельно хочется отметить, пригласили специалиста по фотовыставкам, специалиста по полиграфической продукции, она расскажет, как правильно оформлять и на чем печатать. И репортажные фотографии. Первый день будет полностью отдан приморским фотографам. А второй день, как я уже ранее сказала, будет весь день только Евгению Уваров рассказывать ему репортажные и корпоративные фотосъемки. Все желающие могут прийти и послушать? Да, все желающие могут прийти. Информация об условиях участия есть на официальном сайте фестиваля «Глубина резкости». Glupress.ru Можно познакомиться более подробно с программой и с другими подробностями фестиваля. Вера, вы уже упомянули фотокросс, так называемый. Достаточно популярное в городе мероприятие, но тем не менее, может быть, кто-то еще не слышал, не знает, как оно проходит. Расскажите о нем, и действительно ли это уже традиция фестиваля? Мы надеемся, что оно станет традицией, но тем не менее, даже в течение года до следующего фестиваля это будет ежемесячным мероприятием. Мы хотим ввести эту практику в такой обиход, и это будет такой полезный тренажер для фотографов и фотолюбителей, для всех желающих улучшить свой творческий потенциал, просто выкроить в конце концов день на то, чтобы потренировать себя в заданных условиях, пообщаться с коллегами, поделиться опытом. А почему кросс? Почему фотокросс? Название придумано не нами, еще в 90-х годах это мероприятие проводилось в Копенгагене, в начале 2000-х в Москве, и потом прокатилось по всем городам России. Я еще будущей студенткой застала фотокросс в рамках кафедры фотографии, потом он, как эстафетная палочка, переходил от одного фотографа к другому, инициативными, и последние пять лет подзабылся и в городе не проводился. Поэтому в прошлом году я подумала, а почему умею не взять на себя такую инициативу и не возродить его. Меня поддержали коллеги с Союза фотографов, и мы ко дню защиты детей сделали первый пробный фотокросс. А уже организаторы фестиваля посмотрели, им понравилось, и они пригласили нас посотрудничать. Думаю, что дальше мы будем в Союзе действовать. Я так понимаю, те, кто впоследствии хотят принимать участие в фотокроссе, должны быть готовы уделить этому целый день, правильно? Практически да. Первым фотокроссом у нас включал в себя всего одно задание, поэтому он у нас занял половину дня, где-то с часу до шести вечера. Но если, как это и полагается, законом жанра включается несколько заданий, то, соответственно, на их выполнение надо дать хотя бы 4-5 часов. Поэтому в данном случае в воскресенье у нас он занял практически целый день с 10 утра и до 7 вечера. Плюс мы планируем расширить немножко программку, вначале ввести небольшую теоретическую часть, и в конце, после голосования, разбор фотографий. То есть там есть и теория, и практика, и победители. Да, и теория, и практика, да, и при желании, да, ревю. Полезный такой действительно, я думаю, проект. Фестиваль, как мы поняли, очень активно развивается, масштабы растутся очень стремительно, это здорово, и, конечно, есть много желающих поддержать. Это доказывает, что уже ко второму фестивалю у вас так много таких замечательных помощников, которые не все здесь сегодня, да, но тем не менее мы знаем, вы рассказали уже, Наталья, об этом. И, конечно, я думаю, что хотят также люди и другие присоединиться. Так как это сделать, какого вида и рода помощь вам нужна, расскажите нам об этом. Мне кажется, это немаловажный вопрос. Ну, здесь хочется акцентировать, что глубина резкости не ограничивается только фестивалем. То есть мы его, как назвали, проект в рамках Приморского краевого центра народной культуры, потому что после фестиваля пошла волна другой активности. То есть, в частности, мы выставку по краю провезли, мы начали образовательную программу раз в месяц делать, мы стали делать выставки, не касаемые конкурса, в частности, вот как мы с Анной будем делать в сентябре выставку по собакам, с изображением собак. И поэтому, если у вас есть желание включиться в команду, вы всегда можете написать мне, либо любому члену команды. Опять же, контакты наши все есть на сайте. И достаточно написать «я хочу помочь» и все. И мы дальше уже с вами будем обсуждать, каким образом это можно делать. Помогать, к помощи мы поддержим, принимаем помощь, как и от физических юридических лиц. То есть, в частности, вы можете быть фотографом, можете помогать. У нас есть друг фестиваля Саша Павлова. Она тоже, я ее, к сожалению, забыла назвать вначале, но она тоже гигантскую помощь делает по оформлению. Знаете, начиная от того, чтобы прийти и помочь развесить работы, и заканчивая тем, что она на регистрации просто будет сидеть по листочку людей вечеркой. То есть, любая помощь нужна действительно. Да, начиная от такого. Ну и заканчивая, соответственно, крупными компаниями, которые пришли в фестиваль с предложением замкнуть на себя какую-то часть подарков, например, или что-то еще. Ну вот здесь Аня работала, более подробно может рассказать. Да, конечно. Да, я созваниваюсь, предлагаю партнерские взаимоотношения с различными компаниями или людьми, которые непосредственно было бы интересно в сфере фотографии людям, которые бы сюда пришли. Кто-то прям с радостью идет, на ура соглашается, кто-то думает, потому что, опять же, фотовыставка проводится только второй раз, и масштабы растут. И я думаю, что сейчас те партнеры, которые уже начинают с нами работать, они будут продолжать работать, потому что это действительно большой поток информации о наших партнерах. И они предоставляют свои услуги, и они показывают, на что они могут, что они могут дать фотографам и обычным тоже людям, насколько это... Я просто не называю партнеров, насколько они предоставляют качественные свои услуги и лояльно. Просто я с многими сама работала, общаюсь, и очень приятно с ними работать, на самом деле, с людьми. И уже, я так понимаю, многие пришли с первой фотовыставки, и они не будут уходить, они будут партнерами. Уже есть постоянная поддержка. Да, они уже любят, да, это поддержка. И тоже предлагают свою помощь, свои услуги, обговариваем каждые детальки, нюансы. И все говорят, что мы все сделаем по высшему уровню, по высшему классу. Вот очень приятно с такими людьми работать. И, конечно, было бы замечательно, если бы еще приходили люди, которых мы будем представлять, которые будут представлять себя, потому что, на самом деле, рынок фотографий у нас сейчас очень мощно развивается, он растет. Даже люди, которые не обращаются, например, за какими-то, не за фотографией, да, ну, распечатать там фотографии, например, или что-то еще с этой фотографией сделать, да, очень большой рынок, который предоставляет массу услуг в этом направлении обычным людям, у которых уже есть фотографии, да, и мы тоже их представляем в этой сфере, вот, рекламой, подарками, всякой разной, ну, продукцией, да, различной. То есть каждый может найти для себя какой-то интерес, действительно, тема эта не узкая, да, конечно, широкая. Ну, точки соприкосновения в любом случае есть. Вы можете шить, вязать, например, и мы можем вам предложить, например, сделать какие-то фотосессии с вашей продукцией, ну, к примеру, да, и выставку из этого собрать. Вы можете там наливать кофе, и мы с удовольствием нас пригласим к нам на фестивале, там, поддержать, чтобы у наших участников было кофе. То есть здесь абсолютно не важно желание ваше, если у вас есть желание помогать, мы найдем, каким образом нам найти точки. Всегда можно придумать интересную и оригинальную идею. Ну, опять же, можно не только предоставлять свои услуги, да, у нас, как бы, к партнерам, а человек может прийти и сказать, а давайте там с вами, да, проведем какую-нибудь акцию, вот, вообще, пожалуйста, или там с вами устроим какой-нибудь конкурс, пожалуйста, или давайте с вами проведем фотовыставку, пожалуйста. Вот, главное, чтобы люди понимали, что это вот не только узко, мы не хотим ничего от людей взять, мы, наоборот, хотим помочь им, да. Вот. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть. Поэтому в завершении нашей программы я предлагаю пригласить гостей, посмотреть, что же такое наш фестиваль «Глубина резкости». Наталья, предоставляю слово вам. Еще разок резюмирую. В пятницу, 17 августа, в 17.00 состоится торжественное открытие фотовыставки и награждение победителей фотоконкурса. 18 и 19 августа, в субботу и воскресенье, весь день в Каворкинке дом на улице Тигровая, 30, 11 этаж. Пройдут образовательные программы, лекции и кинопоказы. И 18 же числа, в субботу, пройдет фотосушка. Если погода будет, ну вот хотя бы даже морозь, мы все равно ее проведем, она состоится на Арбате. Если будет вот ливень, вот как сегодня, например, мы ее перенесем в Каворкинг, к лекториям, но мы в любом случае все равно ее проведем. Приходите, пожалуйста, мы вас ждем. Ну что ж, я желаю вам хорошей погоды и успешного фестиваля. Девушки, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Успехов вам и развития. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин